Всем привет, друзья! Всем привет! Приехали за город на картошку с вот такой вот помощницей, ну и, соответственно, с оператором, который, как всегда, не любит себя показывать в кадре. Как бы копаем вот такую вот картошечку, смотрите, хотели вам показать на кадре, смотрите, именно красная, но эта картошка, она выдана бесплатно Евросоюзом, по-моему, даже Германия выдавала, в мешках выдавала людям, которые, как бы, хотят посадить, у кого, например, нет картошки, как бы, мы потому и не покупали ее, и вот решили вот такую вот. Смотрите, какой размер, ну, в принципе, там намного больше и мелкая. Сейчас я буду копать, сейчас вам покажу, какая вообще она выросла. Земля у нас здесь такая себе не очень, она очень много песка. Мы ничем не удобряли, говорит Стрелка. Но есть какая есть, так, смотрите, где-то примерно вот такая вот она. Селюки здесь капец. В среднем, в принципе, примерно где-то вот такого вот размера. Но есть, конечно же, и меньше. Есть вот такая вот поменья. А бывает вообще вот такая. Земли здесь, конечно, больше глиняные. Здесь чернозема как такового нету. Где-нибудь там в Черниговской области, так там чернозема, я знаю, что ли. Потому, ой-ой-ой, смотрите, 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 она поближе сюда, Наташа, сюда поближе. Поближе просто главное не бросать. Так, смотрите, смотрите. А у вас в этом году, напишите комментарий, какого размера вообще крупная, мелкая уродила. Я, конечно, не знаю, смотрят ли меня люди вообще, которые копают картошку, это, конечно, неизвестно. Потому, что большинство, конечно, живут в миллиониках в городах. Я думаю, что большинство, в принципе, такими делами не занимается. Но, как-то так. Если занимаетесь, напишите в комментариях. Главное, нужно с самого детства приучать к труду своих детей. Это, я считаю, очень важно. Что-то я неправильно копнул, ничего не видно. Из меня, конечно, такой копальчик. Но, какой есть. В тебе валерина. Какой есть. Смотри, ничего вообще нет. Вау, тут какая-то... Давай, наверное, туда пойдем, в ту сторону, потому, что придется ящик переласкивать. Подливил бы. Оно пока вот сюда. И смотрите, мы так именно, интересно, посадили картошку. Пока же туки. Вокруг все полностью в туях. И вот так вот в ряд. И между туями везде насажали, потому, что земли не очень много. Потому, так получается. И лука, да? Тут надо работать с какими-то очками вообще. О, вот, смотри. Смотри, вот там вот покрупнее, а там помельче. В чем дело, не понятно. Смотри, какая маленькая вообще. Ну вот, вот такая какая-то. Из-за чего такие размеры? В одной кучке такая, в другой кучке такая. Как-то она... Как-то она... Ну, да. Опа, есть, смотри. Есть. Опа. Ну, такие бывают моменты. Так как неопытный копальчик, частенько мы рубаем картошку. Ну, что? Что? Ну, не мы, а кое-кто я и папа. Я тоже попыталась... Алинка тоже попыталась копнуть, так как такая земля твердая. Это вообще ужас. Именно там, получается, под землей очень мало было влаги. Потому, за счет этого она какая-то такая превратилась в камень. Алинка, хватай вот эти вот, вот эти. Ого, большая. И вот эта еще маленькая есть. Все? Надо ходить чуть-чуть. Есть еще, смотри. Можно еще так копать, что можно еще позабывать половину. Где-то не так лопатой махнул, и все. Я думаю, те, которые опытные люди, они меньше оставляют. Это такие, как мы, городские жители, которые привыкли все покупать в магазинах. Не мы, а он. Не мы. Ну, я покупаю, да. Да, но сам факт, что... У тебя вроде... Ой-ой-ой. Ай-яй-яй. Посмотри. Рубанул. Крупненький. А ты что, сажала даже под бетонным этим, да? Даже под этим, смотри. Под бетоном. Мы сейчас под бетоном. У нас здесь такое место, бетонное, где, видите, где козел стоит. Это место у нас для шашлыка. Ну, как бы, такой, как бы, бардак по виду. Но мы так специально все сделали, чтобы поставить здесь мангальчик. Беседки, соответственно. Сними беседку. Беседки, соответственно. Вузичка там играет. Там вроде есть. Какой-то отдых, да. И вот, типа, здесь, чтобы по грязюке не ходить, я залил такой небольшой квадратик бетоном. Ну, как бы, все для отдыха, не только для таких всех насаждений. Работа работает, да. А все-таки... Да, жизнь, я считаю, что не состоит в картошке или, там, цебуле или еще в чем-то. Господи, пап, что я, ну, заместить тебя договариваю? Нормально. А ты, Алинка, расскажи что-нибудь. О чем не рассказывать, не знаю. Как тебе в школе новое учиться? В школе не очень. Особенно с пацанами. С ребенком еще более-менее нормально, а пацаны вообще... Обижают? Угу. Да, Алинка недавно нам рассказала такую историю, да, что ее подножку подставили. А ну, расскажи. У меня, короче, один пацан, когда я в туалет ходила, короче, пришла с туалета, послала сесть на вторую, ну, на малопарку. А не девчонка? Говорила про девчонку. Там два раза. И давай рассказывать про парня. Короче, так вот пацан, который сидел сзади, ну, у меня парня была на последнем ряду. Это я была на английской. И спереди меня был, короче, пацан. И он мне взял, просто вот так вот ногу поставил, чтобы я упала. Ну, я обошла, конечно. Но, блин, сам осущен, хотелось бы, чтобы я упала. И девчонки, когда я возвращалась в свой 103 кабинет, так я когда возвращалась, кто-то из них не дал подножку. Вы ржали, а все. Бессовестная. Ну, девчонки это такое дело, а когда мальчики такое делают, я думаю, понимаете вы, для чего они это делают. Нужно нравится девочка. Они так проявляют всегда, причем они просто примитивные немножко в детстве. Да, потаскать за волосы и так далее. Меня еще ни разу не пускали. Ни разу? А если меня кто-то схватил бы, я бы ему с ноги дала. Не с ноги. Я боевая, вот нереально. Да, видно, как ты боевая. Очень боевая. Очень. Подножкам кинули. Даже ничего не сказала. Она просто пошла дальше и даже ничего не сказала. Она даже какая-то, чтобы реакция была. Анина, выкинь землю. Вот как вы думаете, люди, какая должна быть реакция, когда ребенка первый раз, например, идет в школу и в новом месте? Когда над ним делают какой-то такой, как сейчас, бурное слово говорят, буллинг. Как бы, да. Немножко камеру чуть-чуть чертят. Там такая есть полосочка, ты чуть-чуть на наклонь. Да, вот так. Там такая полосочка есть. И ты, когда экран нагибаешь, то нас будет видно перекошенным. И вот когда этот буллинг делают, то как вы вообще думаете, как нужно реагировать? Ребенка. Не знаю, у нас разные, конечно, мнения. Я говорю, давать сдачу. Наташа говорит, что надо... Сначала подупредить, а потом уже... Сначала подупредить, а потом уже... Договариваться, договариваться. Ну, как-то так. У всех свои разные мнения. Да? А, кстати, я с первого дня школы, вот с первого сентября, нашла свою подружку, Катю. Мы с ней переписываемся сейчас. Так только когда она со мной, меня никто не буллит, ничего мне плохого не говорит, все. Хорошо. Только она, например, недавно пошла в больницу, так все, блин. Только она ушла, меня сразу уже начали и буллить, и все, блин. О, побольше. Новый коллектив, ничего страшного, потом привыкнешь. Буллить-мулить, да? Вот это название, что напридумывали. Ну, на самом деле, в принципе, я думаю, что и сами издевательства, и сами какие-то такие моменты... Не обязательно издевательства, а приколы, приколы. То, я думаю, это везде так заведено, когда новый человек, и над ним подшучивают, можно так сказать. Потому, я считаю, даже это нормально. Это у них какая-то иерархия своя у людей. Это так везде, в принципе, в жизни, даже на работе, везде. Ого, тут земля, конечно, хорошая. Так, а ну иди сюда, поснимай нашу картошку, а то мы рассказываем, что это непонятно. Про картошку ничего не говорим. А про картошку ничего не показываем. Ролик будет называться про картошку. Вот такая вот картошка у нас. Маринка, работай. Вот такая вот картошка. Работай. Блин, каменная земля, это страшно. Если бы здесь не было бугорков, вот этих вот, то, я думаю, было бы вообще как-то делать. Так, не учи слов детей, а. А кто это вообще сажал? Ты? Сама? Не помню. Точно я. А то именно интересно так, что тут бугорки, а там нет бугорков. Чем-то, чем отличается посадка? Не знаю, ничем, ничем. Копал ты везде, садила я. Кстати, познакомьтесь с котом моим, чернобеленьким. Зовут ее чернобеленьким, да? Ух, какие. Бульба. На, помюхай бульбу. Не нравится бульба? Скажи, я мясо люблю или рыбу. Только принеси сосиски сегодня, он уже схватил сосиски. Чуть не подожрал нашу еду. Так, так, сейчас лопатой его перерублю. Алина, отпусти кота. Подожди, а что такое на глубоко, посмотри? Не знаю я. Очень глубоко. Чего? Так, Алина, ты смотри, сейчас тут бетон. На, берег дадай. Сейчас под бетон, чтобы я не копнулся. Бетон, чтобы не подкопал. О, тут бетон. Ладно, только так аккуратно. Давайте теперь подам, тоже выбирать. Картошечка сегодня нормальная. О, еще есть. Значит, обязательно сегодня сделаем картошку какую-то. Да, сегодня будет наш труд подблагодариться картошкой, помидорками какими-то, что тут еще есть? Мы сегодня шаурму, кстати, делать будем. Шаурму, да? Да. Ну ты же сделал тесто для шаурмы. Ну да, да, да. Есть такое дело. Можно и шаурму сделать. Кстати, для милитарианцев способ, как сделать вот вот просто милитарианскую шаурму. Вот, помидорчик, огуречек, вот это... Перчик. Дрова. И траву. Помидорчик, огуречек, вот и лучше человечек. Да. Так. А ну да, вот. Давайте сейчас я вам немножечко поснимаю. В принципе, мы и так одним кадром это все снимаем без монтажа. Сколько там у нас времени? 12 минут уже. Наташа, поздоровайся с людьми нашими. А? Что хорее? Поздоровайся, говорю. Она реально стесняется камер.